Доброе утро, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангела, с вами Народный Батюшка, и мы с вами идем к морю. Хочу завести такую традицию или привычку с утра ходить к морю. Воздух свежий, птицы щебечут, красота невероятная, и это не пробежка, конечно, это такая прогулка быстрым шагом, но я вам скажу, что нагрузку я чувствую, и нагрузка эта хорошо влияет. При этом воздух здесь необыкновенный, вокруг авкалипты, вокруг самшиты, какие-то ольха, еще что-то. Какие-то такие деревья, которые не являются аллергенами, как я понимаю. Сосна. И, как минимум, здесь нет совсем берез. Сейчас начинается период цветения берез, и я так понимаю, что в России сегодня, сейчас многим очень тяжело. Вот, мне кажется, можно переехать сюда, потому что здесь как бы это ни наблюдается. Я изучал, в чем причина таких процессов, и у этой местности, у растений, немножечко другие ритмы. Здесь они живут в течение всего года, цветения у них во времени разнесены, и поэтому у них нет таких токсичных, можно так сказать, выделений, которые в жизни на самом деле растения играют роль боевого оружия. Таким образом дерево защищается, таким образом дерево выбивает себе определенные пространства. То есть это его война с другими деревьями. Тут всем все хватает, солнца, воздуха, почвы, и похоже, они воюют меньше, и поэтому меньше аллергенов. Но не во всем. Если мы переходим на человеческий язык, о человеческих отношениях, то кое-какие вещи все-таки наблюдаются. И уже и по отношению ко мне появились. Давайте я вам объясню, какие. Мы живем почти два месяца здесь. Активность на канале у меня увеличилась. Я сам знаю, я сам вижу. Разместил 240 роликов к сегодняшнему дню, даже 243. Я вижу интерес, и он никак не снижается. Но при этом количество показов на канале якобы сократилось вдвое. И нет, YouTube там извиняется, что такое происходит у него в мае. Пишет, что у нас сбои с аналитикой, с показами результатов. Мы над этим работаем, но пока что-то я этой работы не вижу. Больше того, есть интересная вещь, что я эту работу вижу на себе, на конкретно. Почему-то ролики, где я подписываю название страны, смотрятся в два раза меньше. Причем интересно, я делал так, что я ролик ставил сначала без названия страны. Сутки он стоит, и у него идет нормальный прирост смотрения. Как только подписываешь название страны, так сразу раз и все опускается. Это интересная тенденция. Еще интереснее, что в два раза снизилась цена за показ. Два раза, вот прямо. Хотя, с чего бы это? Вот, неожиданно. Но еще интереснее то, что подписчики теряются. Нет, они нарастают. Потихонечку нарастают. Но интересная такая вещь. Вот я смотрю в течение дня, а я не специально смотрю. Там просто открываешь когда страницу, каждый раз видишь эти цифры, и они отпечатляются, и интересно за этим наблюдать. Так вот, каждый раз, когда вижу, как нарастают в течение дня подписчики, по 60, по 70, вчера 50 человек новых подписалось. Ночью вдруг раз, они уходят. Прямо одновременно. Я вчера засыпал, положил где-то в час ночи. А проснулся в 5 утра. И 55 подписчиков нету. Вот это очень интересно. Я не знаю, на каком это уровне делается. Я не уверен, что это нужно руководству, ресурсах. И именно оно за этим наблюдает. То ли это автоматом как-то стоит, то ли это общая такая вот против этой страны деятельность. Но для меня она лично интересна. Лично интересно. При этом, вчерашний день вообще очень показательный. Поскольку были неплохие ролики, и шёл вверх, прям вот хорошо шёл вверх набор показов. И я в этот же час ночи засыпал, видел, как хорошо этот день прошёл, сколько народу побывало. Утром проснулся, а там просто день изъят вообще. Вот посмотрите из графика. Просто как будто никто не заходил, никто не смотрел, ничего тут не было. 27-й есть, 29-й уже пошло как норма. А 28-й пропало. Что там было в 28-м? Был ролик про соседний курортный город. Мне кажется, это и повлияло. Здесь вообще недоумение. А кто тогда это делает? Если вот ролик про этот город, таким образом мог повлиять на... Я слышу, я слышу, и стою с другой стороны границы. Что действительно маленечко одни ательеры не любят других ательеров и всячески делают так, чтобы за границу не переезжали. Прямо вот конкретно, пока вчера мне в будочке дежурной ГАИ об этом рассказывал, говорит, вот пока там не наполнится всё, людям уже деваться некуда. Сюда никак не заезжают, потому что там выдумают всякие страсти, выдумают всякие басни про нас. Действительно, не столько выдумают, сколько таскают старые, честно говоря. Я сегодня с утра проснулся и смотрю ролик про то, как россиянам трудно здесь разбираться с имуществом. Ну, действительно, не просто, потому что не всё тут сорганизовано. Так, читаю его очень серьёзно. Потом задумался, а кто пишет-то? Почему он сейчас? Он же как-то вот сейчас не у власти. Вот, он был у власти, но ничего не изменилось. Посмотрел, а статья 11 лет назад, ну, почему-то стоит вверху новостей, и у неё читаемость очень большая. Кто её сюда в ленту вверх вытащил? Почему 11 лет одна и та же информация? Хотя достаточно много изменилось. В том числе изменилось по составу тех, кто здесь проживает. Сейчас же коренные жители на 90% теперь россияне. Россияне. И поэтому, когда вот какие-то вот такие идут... Не хочу войной это называть, но вот такие, значит, эти против этой страны и против этих людей. Это против россиян. И Россия должна осознавать, что паспорта-то дала, а как защищает, а как помогает и всё остальное. Поэтому, дорогие мои, я не буду снижать. Мне очень нравится эта страна. И пока всё, как люди относятся, какое питание здесь. Ну, есть шероховатости, куда от них деться. Но, в общем-то, для меня, вот так, как я привык жить, здесь жить хорошо. Но снижение вот этого дохода мне, конечно, очень мешает. Я надеялся, что канал будет приносить средства, на которые мы с вами съездим, на которые посмотрим, на которые, значит, проживём. А они ушли. Этих средств нет. Слава Богу, помогаете вы. То есть, время от времени кто-то что-то перечисляет. И это даёт возможность немножечко прокатиться и немножечко показать. Как только накапливается, так я это делаю. Но я вас прошу, продерживайте наш канал и экспедицию дальше. Потому что много ещё хочется посмотреть. У детей не хочется эти средства отнимать, потому что у них сейчас свои заботы. Поэтому, если можете, помогайте. Чем можете, даже маленькими лептами вы помогаете нашему хорошему делу и россиянам и этой стране. Так что здоровья вам всем, радости. Аминь. Как вам утро? Хорошее? Да, налаживается вроде погода. Это здесь живёт схимандрит Пантелеймон и его чадо тоже дышат воздухом по утрам. Наверное, ходят молиться. Они иногда ходят сюда ловить рыбку. Я не хотел им помешать, поэтому не шёл к берегу. Но они меня всё-таки заметили и уходят. Камеры они не любят и слава богу, что есть такие люди, которые не любят камеры и спокойно относятся к съёмкам. это их дело, это их право, и вы видели, что я постарался ничем их право не нарушить и дать им спокойно посидеть и надеясь за нас, за всех помолиться. Ну вот вам утреннее море. Там ещё туман, на горах ещё туман, а здесь рассеивается вот такое голубое небо, красивое пространство, ну и тихое море. Чистое, вода прозрачная, очень уже хочется купаться, но пока холодноватая вода. Тем более, что я хожу, вы видите, с Варей, а ей в такой воде тем более не рекомендуется купаться, и вот мы воздерживаемся. но всё будет хорошо. Всего вам доброго, здоровья вам, радости, аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова